Добрый вечер! Сегодня час пик в прямом эфире. Сегодня 1 марта. Я поздравляю всех с первым днём весны. И с теми надеждами каждый из нас с весной связывает много надежд. А как известно, надежда всегда умирает последней. Через 2 часа в подъезде своего дома Влад Листьев был убит. Влад чувствовал каждую минуту, каждый час, каждые сутки. Он оказался счастливчиком и везунчиком. Он сделал немысливую по тем временам карьеру. Мы шли с ним по транспортному коридору Останкино. И он вдруг остановился. Он говорит, слушай, а ты понимаешь, что это почти всё теперь наше? Он купался в этом. Ему это нравилось. Человек, который может делать новые вещи, может делать яркие вещи. Он был человеком, через которого идеально проходило русское время. Спрашивали его про то, не тяготит ли его популярность, внимание людей. И он сказал, да что вы, какая популярность? Убьют никто и не вспомнит. Ну, папа, я не то, что плохо помню, я помню его хорошо. Помню все те моменты, когда мы проводили вместе. Помню, как приезжали в Останкино. Помню его кабинет. Помню студии. В студии «Поле чудес» барабан крутил, в чёрный ящик заглядывал. Влад Листиш впервые появился на телевизионном экране в 87-м году. В рамках тогда ещё безымянной музыкально-развлекательной программы, которая позже стала называться «Взгляд». С 90-го по 95-й год он прославился как создатель и ведущий передач «Поле чудес», «Тема» и «Час пик». Если бы в 56-м году родителям Листиева сказали, что их сын будет пользоваться невероятной популярностью и народной любовью, а беседовать с ним сочтут за честь самой важной персоны государства, они бы не поверили. Как и в то, что Влад будет жить в достатке. Семья, совершенно замечательная семья. Папа работал на заводе. Мама училась тогда в техникуме, а потом стала работать в одном из научно-исследовских институтов. Чертёжницы. Родился я в полуподвальном помещении, совершенно замечательное. То есть, помню воспоминания детства, это шампиньоны, которые асфальт взрывали. Причём в том месте, где я родился, асфальтовая была дорожка всего одна. Всё остальное пустыри или там земля и так далее. Для всех Влад был представителем пляда этой золотой молодёжи. Все считали, что он точно так же, как Любимов и Захаров, там, сын какого-нибудь там, ну, дипломата, условно говоря, шпиона или прочего. А Влад был на самом деле совершенно из, ну, то, что называется, из простых. Листьев не собирался заниматься журналистикой. С раннего возраста он учился и жил в спортивном интернате и собирался посвятить себя лёгкой атлетике. Но у судьбы были другие планы. Его не приняли в институт физкультуры, он не сдал экзамен. И что-то его повело в сторону написания статей. И он решил, что журналистик – это как раз то, что нужно. Он писал маленькие заметочки на спортивные темы и потом пошёл на журфак. На международном отделении журфака МГУ учились в основном дети из семей, где международные связи были фамильным делом. Попасть в эту элитарную кампанию Владу помог факультет рабочей молодёжи. Ну и, конечно, необыкновенное обаяние и коммуникабельность. Мы познакомились в 1977 году, когда поступили на факультет журналистики МГУ. Ну, Влад-то уже учился на рабфаке. Он был милый, симпатичный юноша, понимающий, что он вызывает у женского пола интерес и пользующийся этим активно. А никто не замечал то, что у него большие очки и что он такой худой. Это уходило на второй план, а на первый выступало всё его обаяние, весь его шарм. Здравствуйте! Простите, пожалуйста, как вас зовут? В 1982 году Влад Листьев начал работать в гостелерадио СССР, редактором радиовещания на зарубежной стране. Листьев работал в редакции пропаганды. В перерывах между работой, там было несколько кафетериев на Пятницкой, мы собирались за чашкой кофе, трепались. Рассказы Владика превращались в шоу одного актёра. Ну, конечно, мы когда были молодые, бездельничали, смеялись. Потом уже всё, мы уже стали взрослыми дядьками. Мы делали большое и важное дело, как нам казалось. Большое и важное дело началось в 1987 году, когда их пригласили в молодёжную редакцию центрального телевидения. Мы работаем хорошо, живём, квартиру дали хорошую. Ну, что же мне ещё надо? Отдыхать? Кино смотрю, телевизор вечером. Вот она, заводская проходная, что в люди вывела её. Босоногая девчушка пришла сюда Анна Петровна Косых, а нынче мастером золотые руки величают её товарищей. Это было скучно, не сусветло. Даже самим работникам, а уж кто это будет смотреть? Перестройка изменила страну. И эта страна нуждалась в новом телевидении. Я думаю, что перестройки никакой бы не было, если бы люди не могли ничего говорить. Первая программа «Взгляд» вышла в эфир 2 октября 87-го года и значилась в программе телепередач как музыкально-развлекательная. Уже через три месяца «Взгляд» стал символом немыслимых политических свобод нового перестроечного времени. Так, значит, ну а теперь мы, наверное, можем представиться. Это Владислав Листев, это Дмитрий Захаров, Олег Вукуловский и Александр Любимов. Как видите, нас четверо, мы все друзья, коллеги по работе, мы вместе работали на московском радио. Ну, это, наверное, первый эфир, наверное, да? Ну, видно, что ничего не умеем, что все у нас получается криво и косо. Начали! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем нашу новую передачу. Как иди вагон! Они не очень понимали, на что они идут. Когда они поняли, что на них будут смотреть миллионы, они, конечно, бедные скукушились, были страшно похожи на больных ДЦП. Их пришлось сразу разминать, что они такие-то были. Это руководитель программы Анатолий Григорьевич Лысенко. Рядом с ним пригостился во втором ряду Андрей Шипилов, наш главный выпускающий. Рядом самое главное лицо – это режиссер программы Андрей Разбаш и его непременно ассистент Иван Демидов. Я с Разбашом отвечал, возгляд, за режиссуру. Там практически сразу собрались образы. Ну, и, да простите меня, Влад, я видел его без усов, но это нельзя было показывать народу. Хитрая Лиса, настоящий интриган, мод, лавеллаз и неудержимый на проказы. В России этот образ почему-то получил прозвище Владислав Листин. Ран, журнал «Огонек». Ну, ну, будем считать так. Благодарю вас, спасибо! Понимаете, какая штука? Есть реальный Влад, есть придуманный Влад. Реальный Влад был веселый. Первый момент мне казалось очень недалекий. Влад был большей сложности с этим делом. Огромная сложность, которой ставили вопрос просто об увольнении. И мне казалось, что он не выползет из этого круга. Потому что он был, как бы, в этой троице он был третьим. А то он хотел быть первым. И, да, кстати, я его перебиваю, и очень много приходит звонков, что мы перебиваем друг друга. Так что, извините, у нас разные точки зрения. Мы перебивали, перебиваем и будем перебивать, не удивляйтесь. Первое ощущение от Влада – это такой скучающий на всех совещаниях, на всех летучках, легкий человек, который привносил, прежде всего, настроение в программу. Вся идея взгляда, его популярность, она и заключалась, что там работали все разные. Влад учился на том же самом отделении, на котором учился я. Все то же самое, там, да, тот же самый испанский язык, там, то-то-то-то. Но я, например, там, намного хуже испанский язык выучил, да, чем он. Ну и что? Просто разные люди. Хеллоу, Канада! Бонжур, Канада! Ну, наверное, все-таки мы, вот, к своему навещанию, были ближе друг к другу, потому что мы до этого много проводили времени вместе, общались. Ее любимый несколько раз давал по морде. И он мне, кто побеждал. Он, конечно, у него более тяжелая весовая категория. Есть такая легенда, как будто мы все там друзья. Да нет, не друзья, соратники. А у вас существует журнал о задержании? Можно посмотреть этот журнал за 4 августа? На 4 августа. Слава взгляда была неоднозначной и скандальной, но она была безграничной. Корочки сотрудника программы открывали любые двери. В 89-м году еще мы сидели и так сумрачно смотрели друг на друга. Тогда для нас это было убийство, что надо закрывать. И Сашка говорит, эх, сейчас бы куда-нибудь на Галапагосские острова. Все, да, да, да. Ну, чтобы каждому отдельно, чтобы ваши рожи не били. Я помню, как приходил к ним в комнату на 12-м этаже, и они там спали, ночевали. Они жили тогда на износ и на взлете. Это было замечательное время, и можно позавидовать на самом деле, правда. И напоминаем, что вы смотрите программу «Взгляд». Мы с удовольствием и искренне делали свою работу. Вот и все. Мы не метали бомбы, мы рассказывали про то, что нам важно. Политики было много, конечно, да, но главное – это человек крупным планом. Петр, а почему такая любовь вдруг к лошадям? Как эта лошадь оказалась у тебя дома? Ну, ее в совхозе хотели списать на мясо. Мы ее купили по мясной цене, она болела. И вот вылечили. Ты на нем уже катался здесь? Да, по москве детей катались здесь перед домом. Вот уже к участковому жалобу поступили, что людей даем. Они приглашали тех людей, которые до этого не появлялись на телевидении. Они дурачились и вместе с тем говорили о серьезных вещах. Начали с малого. Начали говорить о Сталине. Потом пришел Марк Захаров, который предложил вынести Ленина из мавзолея. Вот это было, конечно, в те времена, как гром среди ясного неба. Представьте самого близкого и дорогого вашего человека. Когда-нибудь он умрет. Что делать? Такова жизнь. Представьте, что вы идете не на могилу, а вы идете смотреть его труп. Труп, значит, под колпаком. Там заспиртованный, не заспиртованный. Это дело не важно. Звонки идут и идут, и люди откликаются на тот сюжет, который мы показали из Иркутска. Они настолько были влиятельны, что они могли, например, начать забастовку и закончить забастовку. Понимаете? Вот вплоть до таких вещей. Мы находимся в радиорубке, радиостанции так называемого Белого дома. Это здание Верховного Совета России. Скажите, если бы у вас предоставилась возможность выступить перед многомиллионной советской аудитории, что бы вы сказали сейчас людям? Я бы сказал, что я горжусь за свою страну. И это со мной, к сожалению, не бывало часто. Потому что я знал, что эта страна изгнала таких людей, как... Дима, 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 берите камеру, и что там начинается, в Борис? В Борис, да, в нашей Борис. Я прошу прощения, давайте договорим быстро лишь. Простите, там, по всей видимости, начинается штурм здания, но я вас хочу дослушать. Этого больше никогда не будет. Этого больше никогда не будет, потому что это пространство преодолено. Переменная эпоха закончилась, страна рухнула, поменялось все. И в новой стране, в новой России, политические некие воззрения, даже те, которые были у программы «Взгляд», они как-то так в тот момент не очень пришлись ко двору. Ну, я думаю, что представления не поменялись, просто они скорректировались в плане понимания таких вещей, как ответственность. Надо к каждому слову очень осторожно относиться, потому что ты никогда не знаешь, чем это может в реальной жизни обернуться. «Взгляд» был программой, которая не могла быть ни до, ни после. Это просто такое уникальное совпадение времени и группы людей. И вряд ли будет такое время, когда телевидение будет иметь такое значение. Может быть, и неплохо. В 91-м году знаменитая команда «Взгляда» распалась. Я вам должен сказать, что когда я уходил «Взгляд», мы так распределялись. Я, Влад, сказал, что значит, вот он был «Колесо фортуны», а мы тогда его украли у французов. Сидели просто в Париже и записывали с экрана эту передачу. Очень я хотел украсть ее. И Влад страшно обиделся на меня. Он сказал, что значит, получается, Сашка будет политические передачи, Дима исторические, а я, значит, два притопа, три прихлопа. Мне достались развлекательные передачи. Мне было сказано, делай развлекательную программу. Какую, что это, никого не трогал, все, давай делаем. Я ее не хотел вести. И, в принципе, в качестве ведущего планировался Игорь Угольников. Но он, Игоряша, в то же время, в тот же период запускал свою «Обану». И от безысходности мне пришлось вести эту передачу. Добрый вечер, добрый вечер, уважаемая публика, добрый вечер, телезрители. Сегодня мы начинаем новый цикл передач «Капитал-шоу. Поле чудес». Телеигра «Поле чудес» была принципиально новой развлекательной программой. Азарт, древний инстинкт, так долго подавляемый в советском зрителе, предопределил ошеломляющий успех этого «Капитал-шоу». Я все-таки помню, как на первые программы собирались декорации, как собрали все старые какие-то стиральные машины, телевизоры столетние, ну, в общем, какой-то хлам, который на складе был, покрасили все там примерно в один цвет, и это все выставили сзади. Вот эта убогая декорация, все как-то по клубному свитерочку Влада. Листьев был универсальным ведущим. Он всегда мог найти особую интонацию разговора со зрителем. В новом образе его любили не меньше, чем во времена «Взгляда». «Сто рублей». «Не согласен». «Маловато было». «Сто пятьдесят». «Нет». «Триста». «Нет». «Хороший пищеварь». «Триста пятьдесят». «Нет». «Мне надо подумать, подождите». Влад, ну-ка, фигура, странность, в глазах чертовщинка такая легкая. Ты понимаешь, что такое очаровашка. И наибольшее число женских сердец принадлежало Владу. А женщины все-таки составляющие части мира. И женщины оказывали влияние на меня как на мужчину, и как на личность. Это и первая жена, и вторая жена, и третья жена. И многие-многие другие, с кем я был близок по этой жизни, не только телесной, но и духовной. Вы знаете, во-первых, я могу сказать только о тех шести годах, что мы провели вместе. Мы когда познакомились и пообщались первый раз, это тоже не секрет, каждый из нас подумал, какое милое создание. Но никогда в жизни нельзя с ним иметь ничего общего. Знаете, есть люди, которые поздно взрослеют. Ну, у всех свой подростковой период. Есть просто люди, которые поздно включаются и понимают, что жизнь уже не черновик. А что эта жизнь набила, и ровно как ты ее сейчас проживешь и сформируешь, такой она и будет. Просто в какой-то момент, когда я была рядом, для Влада настал такой период. Альбина сыграла очень важную роль в его судьбе. Он во многом стал Владом Листьевым, таким, как мы его будем помнить всегда, благодаря Альбине, потому что она сконцентрировала его. Он был бесконечно талантливым, но он был разбросанным. Она смогла его сконцентрировать. Если у женщины есть изюминка, если она умна, то она мне уже нравится. Это самое главное. Все остальное вторичное. Я не могу влюбиться в глаза, я не могу влюбиться в волосы, я могу влюбиться в то, что есть здесь. Любовь придает человеку новые силы и открывает перед ним новые возможности. У Влада начался стремительный творческий взлет. Если Бог дал что-то в голову, талант какой-то, только в работе этот талант проявится. Сколько человек спилось, которые подавали надежды и не реализовали себя в силу разных причин. Сколько таких, например, масса таких перед твоими глазами, перед нашими глазами прошло столько лет. А сколько людей выстояло и стали просто королями эфира. Но опять-таки на какой-то период, а потом сломались на чем-то. На славе, на самомнение и так далее, и так далее. Надо знать и чувствовать себя в профессии. И всегда знать себе цену. Не все, кто работал в команде «Взгляда», оказались выдающимися продюсерами. А Влад, про которого все в начале «Взглядовской карьеры» говорили, Влад раздолбай. Он иногда не приходил на эфиры, иногда загуливал. Но уж точно, так сказать, от него никто не ждал таких продюсерских побед. Я не знаю, я не могу объяснить этот феномен. Я не могу. Американский феномен этой передачи могу объяснить? Там на барабане миллион долларов. Может быть, кстати, за счет того, что в этой нише нет конкуренции? Азартные игры Влад не выносил просто в силу его жизненных обстоятельств. Он не играл, даже не садился играть в карты дурака. То есть в удачу он не верил. Мы создали в своей программе такую экономическую ситуацию, когда не проигрывает никто, а все остаются в выигрыше. И пусть попробует премьер-министр страны создать то же самое во всей стране. Сын Ольга, скажите, пожалуйста, когда последний раз вы играли в азартную игру? Я в азартную игру играю всю жизнь. Я живу в этой стране. Жизнь в этой стране представлялась популярному ведущему полный безграничных перспектив. То, что она будет связана со смертельным риском, он не мог даже предположить. Задним числом возникло, конечно, ощущение, что, ох, слишком это все было хорошо, чтобы не кончиться плохо. Ну, знаете, это задним числом всем всегда кажется, что какие-то предчувствия были. А тогда нет. 31 января 92-го года Влад Листьев представил телезрителям новую программу. Первое отечественное ток-шоу «Тема». Прошу аплодисменты. Добрый вечер, уважаемые господа. Я рад приветствовать вас сегодня во вторник у экрана ваших телевизоров на программе «Тема». И наша сегодняшняя тема посвящена многому... Многому, да. Аудиторию, которая должна была задавать вопросы, мы приглашали за несколько дней. И мы с ними прогоняли ток-шоу полностью. Сейчас это может показаться достаточно странным, но тогда это было абсолютно необходимо. Потому что люди зажимались перед камерой так, что не могли сказать «мама». Секретов практически нет никаких, потому что, да, определенная модель уже у людей сложилась сейчас. Как себя вести, они более раскованные сейчас приходят, нежели, чем те, которые приходили на первую программу «Тема». А сейчас они приходят, они уже готовы задавать вопросы, они готовы к какой-то исповедальности даже. Я вот 20 лет пил, 20 лет беспробудно, так вот 16 лет я сейчас не пью. И скажу, что трезвому сейчас в данный момент хуже жить на Руси, чем пьяному. Вот я прошел от алкоголика до депутата и считаю, алкоголизм неизлечим. Дело в том, что зрителю, неважно, кто ты, журналист, артист, директор там или комментатор, неважно. Важно, чтобы был интересный собеседник такого артистизма, какой был у Влада Листьева. Я еще раз хочу подчеркнуть, мало у кого было, понимаете? Вот это, можно сказать, главное, чего ждут. Потому что как я могу довериться человеку, который от меня отсечен какой-то там стеклянной штукой. А вот другое дело, он улыбается, я понимаю, что он мне лично улыбается. У него хитрые глаза, это мы друг друга понимаем. Самое главное в каждой программе, как мне кажется, как кажется тем людям, которые работают над программой, это все-таки человек, это взаимоотношения между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми. Это будущее наших детей, это наша личная и социальная жизнь. То, что волнует нас сегодня, то, о чем мы говорим с вами, приходя домой с работы. Я настолько был не обделен вниманием родительским, что со стороны отца, что со стороны матери, что я не чувствовал какого-то, что отец ушел, бросил. Нет, этого не было. Один раз отец пришел забирать меня из школы, и все, кто его видел, мы шли к остановке, еще не было машины, и вся школа пошла за нами. Я шел, говорю, пап, больше не приходи ко мне, давай лучше я буду приходить к тебе. Влад Листьев всегда был любимцем аудитории. Дело не только в его природном обаянии, просто он любил и уважал людей. Они были ему интересны. Ни до, ни после я не встречал среди своих коллег людей, которые так ценили способности и таланты других. Был большим фанатом «Матадора», мне звонил после каждого выпуска. У меня не было людей, кроме Влада, который после каждого выпуска «Матадора» звонил мне и рассказывал взахлеб, что ему понравилось. Вот не было ни одного такого телевизионщика. Он умел восхищаться чужой работой. Друзей было немного. Влад очень аккуратно общался. Во-первых, потому что работа с людьми и для людей, да, ну вот все, уже зашкаливает. Вот коэффициент общения зашкаливает. Ровно поэтому, когда он тратил на общение свободное время, он точно делал это в предельно комфортной для себя ситуации. Так получилось, что с Владом мы подружились. И очень много времени проводили и вне работы. Он часто бывал у нас дома. Мы были у них, у него с Альбиной. У них тогда не было дачи, они приезжали к нам в деревню, на Истру. Мы играли в теннис. У него мечта была обыграть меня в теннис. Не удавалось? Не удалось. Но я думаю, что он будет добился этого. Самое поразительное было, что при его занятости он был занят, ну, буквально. Мы все время ловили время, когда можно все послать к чертовой матери и просто пообщаться. Ну, как бы, да, на бильярде поиграть, посидеть, поболтать. Он на это время выключался, и это было святое. Все остальное было неважно. Ну, кроме каких-то форс-мажоров. Вот это было поразительно. Я так не умею. Влад это умел. 30 мая 1994 года. В эфире появляется новая программа Влада «Час пик». Актуальное интервью в прямом эфире. Добрый вечер. Я впервые здороваюсь с вами в новой своей программе, которая называется «Час пик». И я очень рад представить первого гостя. Какие позиции, с вашей точки зрения, в развитии демократии мы потеряли за это время? Я думаю, мы потеряли гласность. И намного. Если я сегодня впервые за два с половиной года в прямом эфире, то это что-нибудь значит. При Борисе Николаевиче я не был вообще в прямом эфире ни разу. Один раз и случилось. А как вы считаете, почему? Затрудняюсь. Мне думается, что это какие-то тут необъяснимые причины. Чисто политического характера. Мне нравился Листи. Мне нравился. Он, конечно, вы обратили внимание, что он все время перебивал. Получается парадоксальная ситуация. Извините, я вас перебью. Социология одурачивания, реклама одурачивания, газеты оболванивания, потому что не дают правдивой информации. Не превращаетесь ли вы в старого брюзгу? Потом звонят и мне, и пишут, да что это такое. Как вы терпите это? В этом смысле я просто думаю, что мы сейчас... Михаил Сергеевич, давайте про «мы» забудем. Давайте я говорить. Ну, я ведь сейчас человек уже прожженный. Не только в политике, но и в эти дела. Я люблю работать с журналистами. Я думаю, что это действительно четвертая власть. Потому что никто так не может вести разговор, диалог. А без диалога ничего не получается. Михаил Сергеевич, вы славитесь своими уходами от вопросов. Слушайте, благодарю вас. Михаил Сергеевич Горбачев, человек, естественно, который будет играть определенную роль в нашей истории, который записал свое имя в эту историю. Я благодарю вас. И мы встретимся с вами в следующий понедельник. Именно в этой программе Листьев примерил образ, который стал сначала поводом для споров, а потом его фирменным стилем. Я думаю, что Влад это подсмотрел. Ему понравился образ. Подтяжки, очки, взгляды из-под очков и так далее. Это все очень точно. По-моему, он довольно бессовестный. Просто этот облик украл у Ларри Кинга. Вы не представляете себе, какое количество подтяжек мы перебирали. Это что-то невероятное. Он, как мальчишка, как ребенок, считал, что все, что делает Ларри Кинг, он может. Но главное – правильно одеться. Главное – он считал, что Ларри Кинг держится на подтяжках. Надо было выбрать правильные подтяжки. Как гласит английская пословица, дело не в шляпе, а в голове. Листьевский стиль – это удивительное умение с первых минут появления на экране расположить к себе всех. Будь то именитый гость или многомиллионная зрительская аудитория. Петь любите? Конечно. Петь? Петь. Хочешь петь – пей. Я когда спросил его, я говорю, ты с ума-то не сошел? Для меня, например, представься, это был бы труд. А для него даже труда не было, потому что он говорит, а что, вот у меня видишь ежедневник. Видишь, написано 9.00, встреча такая, 9.30. Видишь, у меня написано 18.30, встреча такая, 19.00 – следующая встреча. То есть он вписал час-пик, да, как бы, как встреча на полчаса в своем ежедневнике. Ежедневный такой разговор со страной. Час-пик поставил точку в вопросе, кто на тот момент был королем телевидения. Откровенных фашистов, естественно, никогда не приглашу, потому что прекрасно понимаю, что это своего рода трибуна для выражения своих взглядов. Естественно, нужно уметь слушать. Это что-то ленинское в этом. У меня в детстве учили, что Владимир Ильич очень умел слушать. В общем, учиться и учиться и учиться. И плюс еще всегда нужно помнить, что ты не главный на этой передаче. Я имею в виду себя. Как только происходит вот эта метаворфоза, как только вот журналист начинает чувствовать себя королем и ставит желание соответствовать тому человеку, которого ты пригласил, очень быстро наступает крах. И в глазах зрителей, и вообще в передаче. Можете, свалюсь, но тогда очень хочется полетать так подольше, понимаешь, прежде чем шляпаться. Это была жизнь, которая состояла на 80% заработы, но это было колоссальное удовольствие, которое он получал каждую секунду, работая. Он ни в чем себе при этом не отказывал. Он ничем не жертвовал. У него интуиция была очень сильная, конечно. Он вот понимал, что нужно перепрыгивать со льдин и на льдин. Ребята, у нас нет игрушки такой, которую бы играла вся страна. Вот давайте в пятницу вечером, как там это, отгадал все буквы и не сумел прочесть слова. Да, вот шутка была. Потом, значит, у нас нет такого базового ток-шоу. Вот вся страна обсуждает вот что-то. Тогда это было раз в неделю, и то казалось, что это страшно часто. Он сколько успевал, расставил какие-то вешки, каким, в принципе, это телевидение должно быть. Когда это кончится для меня? Вот когда моя физическая жизнь кончится? Я не хочу накликать беду, но когда? Ваша жизнь будет продолжаться вечно. Ну, потому что меня нет, это понятно. Вы знаете, господин Листьев, я все-таки вам бы, Господи, искренне советовал не иронизировать по поводу заговора. Понял, вы меня уже один раз напугали сегодня, понял. Это, может, очень грустно для вас закончить. Я знаю, и это довольно быстро кончится, я вас уверяю. Я знаю даже когда. 25 января 1995 года. Владислав Листьев назначен на пост генерального директора общественного российского телевидения. Что ожидает в ближайшее время первый телеканал? В нашей студии генеральный директор российского общественного канала Владислав Листьев. Добрый вечер. Начиная с завтрашнего дня приступает к работе новая телевизионная компания общественное российское телевидение. И в соответствии с указом президента России общественное российское телевидение будет работать на первом телеканале. Его программы будут транслироваться на... Ему было 38. По меркам того времени теленачальником столь высокого ранга стал мальчишка. Да, это огромный риск, но в нем обнаружился такой потенциал внутренний, да, в том числе смелости, что для него это была в какой-то мере и игра тоже, да, но это была большая игра, понимаете. Большая игра. А что может быть лучше в жизни, чем большая игра? Да. Ничего. Ничего. Он умел быстро двигаться, он умел быстро придумывать, быстро находить людей, которые это реализуют, и это у него очень хорошо получилось. Есть люди, которые быстро вращаются, но при этом центробежная сила, я не знаю, как это с точки зрения физики, но во всяком случае, все раскидывает вокруг. А есть люди, которые быстро вращаются, и к ним все как к магниту прилипает. Чем быстрее Влад вращался, тем больше к нему приходило желающих работать людей и умеющих это делать. С друзьями, с товарищами, с окружением, с коллегами он оставался тем же Владом Листьевым, и никогда не было каких-либо претензий к тому, что он вдруг зазвездил, возвысился. Нет. И мы как-то раз сидели с ним у него в кабинете вечером, о чем-то разговаривали. И кто-то так постучался и сразу открыл дверь. То есть не то, что там сказали, да, давай. Нет, постучался, открыл дверь, вошел какой-то парень молодой, и говорит, у тебя деньги есть, лезь его. Он говорит, да, сколько тебе надо. Дай 25 рублей займу, я тебе зарплату отдам. И у него было, он полез, отдал ему. Тот закрыл дверь и ушел. Я говорю, это кто? Он говорит, черт его знает, я не знаю. Я говорю, как ты не знаешь, ты вообще не знаю, понятия не имею, кто это. Мы шли с ним по транспортному коридору Останкино, и он вдруг остановился, так говорит, слушай, а ты понимаешь, угол, что это почти все теперь наше. И я говорю, а что мы с этим делать будем? Он вот так смотрел, говорит, ну, что-нибудь сделаем, конечно. У него было абсолютно романтическое отношение, что вот нам теперь дали управлять этим огромным кораблем, и мы уж как-то справимся. Тем людям, которые пришли к руководству телевидения, потому что руководству телевидения был не Влад, конечно, как вы понимаете, как бы не хотелось. И он уже был популярный человек. Ну, когда строится что-то новое, всегда выбирает как бы руководитель, политик, а потом тот, который умеет примусы подчинять. Он развивался как телевизионный автор и продюсер по экспоненте. Каждый раз жизнь предлагала следующий выбор – расширение. Что может быть более расширенным, чем канал, который ты можешь сделать, как ты хочешь. Это выбор совершенно для него логичный, и это вызов, от которого он точно не мог отказаться. Если кто-то другом был в несчастье брошен, и поступок этот в сердце вам проник, вспомните, как много есть людей хороших, их у нас гораздо больше, вспомните про них. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. Вообще, как мне кажется, картинка на телевидении играет такую же роль, как и содержание передачи, если даже не больше. Потому что именно по ней человек, смотрящий телевизор, психологически себя настраивает. Нравится ему, не нравится. Тепло, не тепло. Холодно. Темно, не темно. Последним развлекательным проектом, который успел предложить российскому зрителю Влад Листьев, стала передача «Угадай мелодию» с Валдисом Пельшем. Влад меня пригласил, сказал, что есть новый проект, и проект, как ему кажется, очень интересный, и мне имеет смысл в нем попробоваться. У меня в этот период была достаточно такая темная полоса на телевидении. И я сказал тогда Владу, что у меня есть очень большой опыт по закрытию программ. На что Влад сказал, ты знаешь, у меня очень большой опыт по открытию программ. Давай посмотрим, чья возьмет. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Угадай мелодию». Мы вошли в тройку самых популярных программ через два месяца. Влада убили за 34 дня до выхода программы в эфир. Он оставил в нашем телевидении очень многое. Он оставил сам принцип продюсерства, понимаете? Потому что института продюсерства, вот в таком виде, как это сделал Листьев, не было еще тогда на телевидении, понимаете? Потому что он был продюсером канала, он был продюсером многих программ, понимаете? Он знал, что купить, за сколько купить, как купить, и как из этого сделать национальный продукт. Новое телевидение требовало больших финансовых вложений. Уже в начале 90-х госбюджет давал немного денег. Их нужно было зарабатывать самостоятельно. В Америке первый оплаченный рекламный ролик появился на телеэкранах на втором году существования телевидения. В нашей стране телереклама появилась в конце 80-х. Она была во взгляде. В поле чудес рекламировались призы от спонсоров, а рекламные паузы стали непременным атрибутом эфира. Влад сам рекламировал круизы в своих программах. Те первые рекламные ролики сейчас кажутся какими-то наивными. А затем Испания, Марокко, Канарские острова, Португалия, Англия, Голландия и Германия. Приходили ребята там с барсетками полных денег. Иногда нет. Иногда приносили вот такую коробку. Открывали там пачки денег. Ребята, мне нужно, чтобы вы отрекламировали то-то, то-то, то-то. И шло в эфир. К радости огромной стал первым парнем я. С Баяном электронным свела судьба меня. С Баяном электронным, с Баяном электронным, с Баяном электронным свела судьба меня. Сегодня про это знает даже ребенок, что реклама это то, что кормит канал, если не считать там бюджетное финансирование Меня интересует вот какой вопрос Я хочу заниматься творчеством Я не хочу, чтобы у меня голова болела по поводу того, где добыть деньги Я добываю деньги на стороне, я иду на поклон к тем, у кого большой кошелек И говорю, милые, родные, я с вами расплачусь рекламой, только дайте, дайте денег Я не хочу этого делать, я хочу спокойно творить Вы для него рекламу даете, он вам оплачивает, но одновременно он перед вами ставит вопросы и требования в отношении определенной информации, которая нужна ему, кроме рекламы И вот это значительно важнее Поэтому я считаю, надо просто вам навести порядок в отношении того, как проникает реклама на экран Это время было очень жесткое Те, кто более-менее как-то был задействован в телевизионных крупных компаниях Какой компанией была ВИД, она была ведущей тогда, в начале 90-х Помнят, что без бандитов не обходилось Это была составная работа К 95-му году за рекламный рынок боролись все В том числе и криминальные структуры Он понимал, что может настать момент, когда степень компромисса, на которую он способен Уже будет доведена до предела Руководство ОРТ на общем совещании приняло жесткое решение Ввести временный мораторий на рекламу Озвучил его именно Влад Листьев Мораторий должен был вступить в силу 1 марта 95-го года Это было коллегиальное решение Влад не возражал против этого решения Потому что он понимал, что нужно навести какой-то порядок И не имелось в виду, что рекламы не будет вообще Имелось в виду, что ее не будет какое-то время Пока не будет все это приведено в какой-то человеческий вид И не будет какой-то четкой структуры Работа в тех условиях, в которых существовала телевидение тогда Конечно, там многое заложено рисков Много про это говорили Ну, понятно, что всегда люди про это разговаривают И в большинстве случаев эти разговоры ничего не заканчиваются Ну, то есть, да, риски, да, риски Но все равно же надо делать, да А вот так получилось, что... Когда у него появились первые опасения Я у него спросил, ты не боишься? И он так легко ответил угол Мы с тобой любимцы нации, кто нас тронет? Две недели, два выстрела Но я думаю, что он чувствовал Не мистически чувствовал Он просто понимал, что он влез в очень взрослую и опасную историю И что если ты раньше никогда не задумывался о том Какие есть способы из нее выйти То ситуация так складывалась, что эта тема возникала сама по себе Он был настолько любим Он чувствовал себя в безопасности, в этой любви Он-то, собственно, не сделал ничего плохого, понимаете? Он... Даже этот мораторий на рекламу, это было не его решение, да? А он-то что плохого сделал? Исходя из того, что творится сегодня у нас в стране В нашей стране Можно было бы пожелать женщинам обладевать приемами каратэ Помни о преступности на улице Мужчинам учиться стрелять А всему населению вообще осваивать новые приемы голодания Но это, конечно, чушь собачья И в новом году такие пожелания Ну, грех просто делать Я хочу пожелать всем, кто сейчас работает Достичь наибольших успехов в работе Те, кто не работает Найти как можно быстрее работу А те, кто только вступает в жизнь Помнить, что самое главное в этой жизни Профессионализм и честность Я хочу, чтобы вы как можно быстрее Работали все на благо нашей Родины В новогоднюю ночь с 94 на 95 год У меня была маленькая дочка И она заболела И мы не поехали на большую Новогоднюю вечеринку Мы жили в Тушино В каком-то там Богом забытом районе В половину 12-го Раздался звонок в дверь Стоял на пороге Влад и Альбина Я сказал Так вы же должны там вот В центре на этой гулянке А они сказали А мы решили к вам И это тоже мог сделать В общем, в значительной степени только Влад Мы стояли С ним смотрели в окно И это часа в три ночи Падал снег И разговаривали на какие-то философские темы И почему-то он вдруг стал говорить о смерти И я помню буквально В один из последних дней его жизни Брал у него интервью И было тяжело с ним Говорить Он какой-то он был Весь такой в себе Но Он был очень подавлен Вот это мое В памяти у меня это ощущение осталось Его подавленность И Какая-то сумрачность Такая совершенно несвойственная ему Абсолютно Перед 23 февраля 95-го года Мы столкнулись с Альбиной В одном там бутике И я помог ей выбрать галстук В подарок Владу На 23 февраля 1 марта Когда я шел по переходу Почему-то из того здания В основное А он шел туда Он был в галстуке Который был выбран мной И мы по этому поводу Поржали чего-то Ха-ха-ха Хи-хи-хи И вот он пошел на этот эфир Добрый вечер Сегодня час пик В прямом эфире Сегодня 1 марта Я поздравляю всех С первым днем весны И с теми надеждами Каждый из нас С весной связывает Много надежд А как известно Надежда всегда Умирает последней И вот он пошел на этот эфир Который был последний После которого он поехал домой И потом вот эти все фотографии Это навзничь Запрокинутое тело И этот галстук Ну сначала же в такое не веришь И привыкнуть к этому сложно 1 марта 95-го года Генеральный директор ОРТ Телезвезда первой величины Влад Листьев Был застрелен в подъезде Собственного дома Его смерть стала потрясением Для страны Заказчики и исполнители Этого преступления До сих пор Спустя 20 лет Остаются неизвестными Что на самом деле Произошло Ну это останется Такой же загадкой Как убийство Кеннеди Я думаю Мир был огромен Прекрасен Мы кажется Все могли И хотели это делать И делали И у нас все получалось Нам казалось Что так будет всегда И нам казалось Что незаменимых людей нет И вообще нам Много глупостей казалось Мне показалось Какая-то весна кончилась Вот это майское ощущение Апрельское даже Даже не майское Апрельское ощущение Весны Я очень жалею Что отец не видел Внучку свою Очень хотелось бы Чтобы он увидел Это была какая-то Растерянность И Абсолютное нежелание верить Я помню Ту же самую растерянность У людей Когда мы Прощались с Владом Здесь Восстанками Вот на моей памяти Было трое знаковых похорон Это Когда прощались С Высоцким В 80-м году Когда провожали Андрея Дмитриевича Сахарова И Влада Вот Казалось бы Совершенно три разных человека Но именно они Вызвали Глубочайшую любовь И уважение И симпатию У общества У меня Есть версия событий И я думаю Что я Знаю Кто был максимально Заинтересован В том Чтобы все случилось так Но у меня нет Юридических доказательств И поэтому Я не имею права Говорить этого Хотя лично Я думаю Что я знаю Это наверняка Поэтому я надеюсь Что это когда-то Станет известно А может быть Никогда не станет Знаете Это знание Не вернет нам Влада И поэтому Это уже не важно Я очень хочу Чтобы никогда В жизни Никто Из нас Не испытал Чувства И боязни Даже Боязни того Что его Убьют Я желаю Всем вам Счастья И долгих лет Жизни Спасибо вам Спасибо вам Всего доброго Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...